Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Что запланировано, достроим. Губернатор Андрей Травников прокомментировал ход строительства знаковых объектов региона и рассказал о мерах поддержки строительной отрасли. Спекуляция или производственная необходимость? Правительство региона и антимонопольная служба продолжают мониторинг цен на товары первой необходимости. А что говорят про цены новосибирцы? Свалка вместо поля. Почему вокруг поселений то и дело возникают несанкционированные свалки? Местные жители бьют тревогу. А теперь подробнее об этих и других событиях. Стабилизация ситуации на потребительском рынке и на рынке труда, обеспечение стабильной работы предприятий, жизнеобеспечение региона, поддержка экспортеров и создание благоприятного климата для инвесторов. Исходя из этих приоритетов, будет построена работа правительства Новосибирской области в ближайшее время. Об этом губернатор Андрей Травников заявил на встрече с журналистами. О чем еще шла речь, расскажет наш корреспондент Александр Булдаков. Правительство Российской Федерации разработало меры поддержки экономики, в том числе регионов. Общая стоимость этого пакета – порядка триллиона рублей. Теперь правительству Новосибирской области необходимо оперативно синхронизировать свои программы по поддержке различных сфер нашей жизни с федеральными. И это будет сделано в ближайшее время. Крупные инвестиционные проекты у нас связаны главным образом с наукой и строительством. Это сибирский кольцевой источник фотонов, скиф, мост через Обь, многофункциональная ледовая арена, новый терминал в аэропорту Толмачева и другие. И здесь только мерами поддержки не обойтись. Сроки поставок некоторого импортного оборудования уже срываются, а значит необходимо искать ему замену, либо выстраивать новые логистические цепочки. Но по основным проектам это не критично. В отношении ледового дворца весь необходимый основной объем оборудования был уже ранее приобретен и находится на площадке. И работы достаточно активно продолжаются. Мы для себя никакую поблажку даже с учетом отмены молодежного чемпионата не просим. Ледовый дворец должен быть построен в этом году. Тоже можно сказать и о скифе, отметил глава региона. Практически все технологическое оборудование производится у нас в стране, в том числе и в Новосибирске. Такая же ситуация и со строительством первой очереди нового терминала в аэропорту Толмачева. Все, что нужно, было привезено из-за границы ранее. Так что сроки его сдачи не сдвигаются. На стройплощадку четвертого моста все металлоконструкции тоже уже доставлены. А вот некоторые меры поддержки жилищного строительства в регионе правительство Новосибирской области приняло еще в 2018 году, когда стартовала программа возведения служебного жилья на селе. Изначально планировалось ежегодно тратить на это 150 миллионов рублей. Но теперь появились планы на 2020 год увеличить объемы закупки и строительства жилья в интересах бюджета до 330 миллионов рублей. То же самое касается программы жилья для детей-сирот. В правительстве региона намерены не только подтвердить те объемы, которые сегодня заложены в бюджете, но и по возможности их увеличить. А индексацию стоимости квадратного метра из-за рыночной ситуации можно считать вложением в поддержку рынка жилищного строительства и наших застройщиков. Региональный Минпромторг совместно с антимонопольной службой в очередной раз проверили цены и запасы продуктов питания в магазинах Новосибирска. В рейде участвовала и наша съемочная группа, которая поговорила с покупателями о том, как они оценивают ситуацию с розничными ценами. Об этом далее. Есть новосибирские магазины премиум сегментов, в которых полки и сегодня ломятся от изобилия товаров. Однако цены там совсем не демократичные, потому даже их постоянные покупатели начали заглядывать в обычные сетевые торговые точки. Говорят, что здесь дешевле все. Вот, теперь будем ходить, наверное, по таким магазинам. Мы сейчас ездили в Маяк, в гипермаркет Маяк. Ну, что там? Там все пусто, там купить нечего. Стирального порошка нету, сахарного песка никакого нету, гречки нету, собственной гири для душа нету. Вот, что-то как-то грустное, пустное. Но даже в магазинах федеральных сетей люди отмечают, хоть и небольшой, но все же рост цен на различные продукты есть. Ну да, цены поднялись. Процентов, наверное, 20-25-30 где-то так есть. Но томаты заметила, поднялись, при том, что они какие-то даже желтые, зеленые. То есть даже выбрать не из чего. Я бы не сказала, что сейчас сильно ощущается, потому что, ну, по всей вероятности, ощущение будет еще попозже. Да, сейчас везде потихоньку растут. Они еще раз быстрого скачка не будут, а сделают потихоньку, чтобы незаметно. Вроде сегодня за 100-34, завтра за 150, а послезавтра и за 200 покупать будем. А что делать? Сделать что-то кардинальное в условиях рыночной экономики вряд ли получится. Но в Минпромторге кое-какие рычаги воздействия на любителей заработать на ажиотаже все же видят. Мы сейчас ситуацию мониторим с поставщиками, потому что по их информации некоторые заводы, в том числе, готовят повышение цены по тем или иным позициям. Но сейчас, еще раз говорю, мы эту информацию оперативно доводим до Минпромторга федерального, который непосредственно работает с заводами, которые сахар производят, ну и другие продукты питания. Жалобы на повышение цен начали поступать и на горячую линию антимонопольной службы. Особенно много их стало где-то с 6 марта. Повышение цены даже по факту повышенного спроса является недопустимым и запрещено антимонопольным законодательством. Также стоит отметить, что в той ситуации, если кто-то создает искусственный дефицит непосредственно товаров, либо ограничивает продажи товаров, либо прекращает поставки соответствующих товаров по действующим договорам, это тоже квалифицируется как нарушение антимонопольного законодательства. Правда, еще ни одно дело до конца не расследовано, а значит, к ответственности никого пока не привлекли. Впрочем, федеральной антимонопольной службе дали понять, что это дело времени. Заболеваемость коронавирусной инфекции в Новосибирской области продолжает снижаться. По данным оперативного штаба, на утро 16 марта коронавирусную инфекцию выявили еще у 529 жителей региона. Выздоровели 905 человек. В отделениях реанимации находится 212 человек, на ЭВЛ 33 пациента. Скончались 14 человек. За сутки с симптомами ОРВИ к врачам обратились 4618 новосибирцев. Завалы мусора. Такая опасность нависла над жителями целого ряда сел под Новосибирском. Не помогает и то, что владельцы домов и строений своевременно платят оператору за вывоз мусора. Подробности далее. Окрестности села Красный Яр в Ордынском районе. Десятки гектаров земли, заваленные различным мусором. И привозят его не откуда-то за 3-9 земель, а просто вместо того, чтобы транспортировать мусор на полигон в Ордынку. Отходы жизнедеятельности села свозят сюда буквально за несколько километров от окраины Красного Яра. О сложившейся ситуации знают все, однако предпочитают делать вид, что ничего не происходит. Наш собеседник также попросил не раскрывать его личность, сославшись на то, что у них в районе все друг друга знают и какие-либо разборки ему не нужны. То есть экология сейчас как таковой ей вот это вот до одного места, то есть она вот не реагирует на это. А местной администрации ей деваться некуда, потому что, чтобы не завалить всю деревню, они делают мусорную свалку стационарную. То есть вот делают, видите, проезды, дорогу чистят, потом сдвигают в кучу, видите, сколько куч. Всевозможные канализационные стоки сливают здесь же, не всирая на близость Обского водохранилища. Прям на поле льют. А что льют, непонятно. И что весной потом поднимаются пары, идут до деревни, тоже неизвестно. Жители села исправно платят экологии Новосибирск. По словам нашего собеседника, в месяц выходит более 400 рублей с домовладения. В свою очередь региональный оператор заключил контракты на вывоз мусора с местными перевозчиками, которые и устроили импровизированные свалки возле Красного Яра. Перевозчики, которые обязаны обслуживать Красный Яр, они не справляются с объемами. И людям, хотя люди платят деньги же, да, вот, экологии, почему ей вот это все далеко? Она все равно свои деньги заберет, а людям, чем вот это нанимать перевозчика, ему в два раз дороже или в три раз. Местные жители говорят, что до прихода регионального мусорного оператора таких проблем не было. И мусор без особых проблем отвозили на полигон в Ордынке, который сегодня работает далеко не на полную свою мощность. Причем такая ситуация сложилась не только в селе Красный Яр. Эти фотографии сделаны в Верхирмении. Говорят, что ситуация в окрестностях других сел Ордынского района не сильно отличается. Желанными трофеями для пополнения коллекции марок у филателистов считаются не только марки, но и почтовые карточки, которые выпускаются мелкими тиражами. Уникальную карточку выпустили к столетнему юбилею журнала «Сибирские огни» и 16 марта состоялось ее гашение. Подробности в нашем сюжете. Известный в литературном мире и старейший в России литературный журнал «Сибирские огни» продолжает готовиться к празднованию столетнего юбилея. С начала года были выпущены документальные фильмы о журнале, организованы выставки из архивных материалов на различных площадках, была вручена литературная премия молодым писателям и художникам-иллюстраторам, а также была выпущена специальная почтовая карточка. В старые добрые советские времена, 60-е, 70-е, 80-е годы, каждому юбилею журнала «Сибирские огни» была такая традиция выпускать либо конверт, либо почтовые открытки. И вот, разбирая, сейчас готовясь к юбилею, разбирая архив, мы увидели их, уже слегка пожелтевшие, но тем не менее все эти экземпляры, они очень ценятся у коллекционеров нынешних, кто собирает эти раритеты. И мы решили эту традицию повторить. Почта России в этом проекте со своей стороны оказала поддержку и содействие. После достаточно долгой подготовительной работы, начиная от разработки эскиза и заканчивая выпуском тиража, почтовая карточка вышла в свет в количестве тысячи экземпляров. 16 марта в Центре истории новосибирской книги имени Литвинова прошло специальное гашение. Филателлистам интересны в первую очередь события, которые празднуются, отмечаются, а уже к этим событиям выходят и карточки, и штемпель спецгашения, ну и в принципе любая почтовая продукция. Потому что, допустим, праздник проходит у нас в Новосибирске, отправив какую-то почтовую продукцию, погасив ее в этот первый день, в день рождения, а отправляется в другой город коллегам. Коллеги точно так же отправляют, когда у них какие-то мероприятия проходят. Эксклюзивность этого гашения заключается в том, что штемпель, оттиск которого поставлен на юбилейной карточке, действует один день, а потом он отправляется в Музей связи в Санкт-Петербург на хранение. Поэтому такие карточки становятся исторической ценностью и предметом коллекционирования у филателлистов. Сегодня карточка стоит 33 рубля. А сколько оно будет стоить через 100 лет, не знает никто. Но наверняка дороже. Ну, этого никто не может сказать. Абсолютно. Тоже никто не может сказать. Даже завтра никто не может сказать. Бывают такие моменты, что когда, скажем, через неделю экземпляр какой-то стоит тысяч денег, а бывает, что проходит лет 50, а он подорожал, может быть, на полпроцента. Конечно, филателлисты на это событие смотрят по-своему. Ну, а для тех, кто любит поздравлять друзей и родных через отправление открытки, это хороший повод рассказать миру о том, что есть такой журнал «Сибирские огни». И ему 100 лет. И издается он в Новосибирске. Прекрасный повод для знакомства с сибирской литературой. Правоохранители разыскивают новосибирцев, оставивших новорожденного ребенка на обочине. 7 января в Новосибирском районе, в районе села Сосновка, на дороге нашли младенца. Возбуждено уголовное дело. В полиции просят всех, кто что-либо знает о людях, причастных к этому преступлению, позвонить по телефону, который вы видите на ваших экранах. Ранее мы рассказывали об этой истории. Напомним, новорожденную девочку спасли пятеро подростков. Именно они нашли ребенка и смогли быстро доставить малышку в больницу. Сотрудники Следственного комитета вручили ребятам медали за высокую гражданственность. Новый бренд из нашего региона покоряет сердца ценителей прекрасного по всему миру. Недавно ордынская роспись получила статус «Объекта интеллектуальной собственности». О том, как одна увлеченная женщина создала новое направление в искусстве и почему дети очень легко осваивают методику этой росписи, расскажем далее. Нина Ивановна Мухлынина – человек, благодаря которому ордынка и вся Новосибирская область получила еще одну достопримечательность. Речь об одной из разновидностей художественной росписи. У всех на слуху – Гжельская, Хохламская, Мезинская, Жостовская, Городецкая, Палихская. Теперь к ним добавилась и Ордынская. А начиналось все с желания Нины Ивановны упростить изучение предмета учащимся местной школы искусств, в которой она преподает до сих пор. И увидела, что дети очень затрудняются вот эти вот маски делать. Ну и я стала капельками им показывать. Просто прижал кистью, оттиск остался. И мне это вот понравилось. А тут еще предложили сделать педагогический проект. И я подумала, а почему бы я занимаюсь росписью, не создать какую-то свою роспись. Основа ордынской росписи – наша местная сибирская природа, которая, возможно, не столь яркая и красочная, как на юге страны, но, тем не менее, имеет свою неповторимую прелесть. Что я взяла за основу? Караканский бор у нас тут, флора, фауна. Какие, значит, ягодки произрастают там, деревья. Ну, вообще, не столь много там ягод брусника, черника. Зарабатывать на ордынской росписи пока не получается. Нина Ивановна говорит, что сама она человек далекий от коммерции и продажей своих изделий даже не думала специально заниматься. Хотя по всему миру ее творения вызывают большой интерес. Где бы моя выставка ни была, всегда большое скопление народа и всегда большой интерес, я бы так сказала. Поэтому я не была такого, чтобы не интересовались. Ну, вот они восхищались, и иностранцы, и наши. Нина Ивановна говорит, что благодаря своим ученикам и детям за дальнейшую судьбу своего детища, ордынской росписи, она не переживает. Этот вид художественной росписи, можно сказать, пошел в народ, а сама она написала методику ее изучения. А в конце прошлого года в Роспатенте зарегистрировали новый бренд «Ордынская роспись». Заявку на регистрацию подали по настоянию губернатора. Свидетельство об исключительном праве на географическое указание новый объект интеллектуальных прав вручили 1 декабря. Это первый подобный документ в регионе. Планируется, что ордынская роспись станет одной из визитных карточек Новосибирской области. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч.